Меланома 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 Сразу после Была начата Таргетная терапия Только бюраф Ингибитором Доброфенибом И была суммарно Выполнена На все очаги Головного и спинного мозга 15 сеансов Стереотоксической Лучевой терапии Максимальный эффект Проведенного лечения Расценивался Как стабилизация Заболевания В итоге Пациентка На фоне Монотерапии Терапия доброфенибом находилась на протяжении 5 месяцев. По данным обследований от марта 2020 года было выявлено дальнейшее прогрессирование заболевания в виде появления новых очагов обоих легких и поплеври, а также множественных новых очагов в головном мозге. В связи с прогрессированием заболевания было рекомендовано добавление меконгибитора трометиниба в связи с наиболее высокой эффективностью комбинированной таргетной терапии. И также было выполнено 2 сеанса стереотоксической лучевой терапии на 6 новых очагов головного мозга. На фоне таргетной терапии у пациентки развилась только кожная токсичность второй степени, которая была оккупирована симптоматической терапией. В настоящее время эффект лечения стабилизации заболевания. Данный вопрос достаточно интересный для обсуждения. При анализе литературы было определено несколько обзорных статей, которые рассказывают о гипотезах возникновения или прогрессирования меланомы именно на фоне беременности. Есть несколько гипотез. Первая, которая связана с ассоциированной с беременностью протеином плазмы А, который повышен, соответственно, у беременных женщин, и он отщепляет белковые фрагменты инсулиноподобного фактора первого, что повышает его функциональную активность и таким образом влияет на пролиферацию клеток мелацитарного ряда. Вторая из гипотез о том, что на фоне беременности усиливается лимфоангиогенез, что, соответственно, ведет к более активному лимфогенному бенцестазированию меланомы. Ну, в принципе, любой опухолевой клетки, но меланомы в том числе. И теория гипотеза иммунотолерантности, которая связана с тем, что на фоне беременности у пациенток повышается фермент эндоламин-2,3-диоксигеназа, который находится именно в плацентарной ткани и угнетает работу и функцию тель-лимфоцитов, в связи с чем прогрессирование любого опухолевого заболевания, в том числе и меланомы, имеет более высокие риски. Спасибо за внимание. Продолжение следует...